Здарова народ, с вами Имба. Мы продолжаем нашу кастомную неделю и сегодня для эксперимента я зашел в новую кастомку, которая в каком-то смысле схожа с создай героя, но и в то же время в коре не отличается. Суть игры вы поймете быстро, да и по ходу игры я буду все пояснять. Убедительно прошу вас, друзья, если вам эта кастомка понравится и вы захотите еще выпусков по ней, то поддержите видео лайком и комментарием. Именно по ним я пойму, стоит ли ее снимать дальше. Ну а теперь давайте посмотрим на саму кастомку сразу после спонсора. Друзья, MoMMR это видео уроки, квесты и статистика, которые полностью заменяют Dota Plus, причем бесплатно. Ребята запустили сервис автоматического анализа матча по реплею, ведь знать о проблеме значит быть на полпути к ее решению. После каждой катки сайт получает твой реплей, далее вам подробно разъясняет, что вы делали не так и какие совершали ошибки. И по итогу вы получаете полный список рекомендаций о том, на что стоит обратить внимание, чтобы улучшить свою игру. MoMMR, ссылка в описании. Если кто не шарит, в принципе, кастомка точно такая же, как и в Создай Героя. Вот тут чуть выше есть поля, куда вас будет закидывать по таймеру сверху, таймер идет минута 17. И вы там будете сражаться с мобами. Разные волны, соответственно, чем дальше, тем сложнее. Здесь вам не курорт, калаш мне в зад. Справа у вас есть две голды, так сказать. Одна зелененькая, другая обычная голда. Буду выбивать вам дурь из башки. Крейсер мне в бухту. За обычную голду в лавке, в предметах покупаем предметы. Описание почитайте, все по-русски написано. За зелененькую голду покупаем способности. Фишка еще одна. Если вы умрете, то дальше вы продолжить играть не сможете. Все понятно, девочки? Весь ядерный потенциал мне куда? Вам в попу! Поэтому старайтесь максимально паковаться не только по скилам, но и по предметам. Проверим, работает он, пишет первое. Мишель филится, спецнему. Ой, а слушай, а у него урон-то неплохой, я сейчас еще и проиграю. О, нет, нет, нет. О, нет, нет. Я выжил. Что было? Перезаходим. Вам в попу! Так, я беру все-таки через пассивочку Люкана и для начала пассивочку Гулио, а Джор тут, блин, как никогда нужен. Я вот так вот сделаю, не знаю, просто тысячу. Ну давай, просто тесте, а я попытаюсь эту игру немножечко выиграть. Выиграй немножечко. Самую малость. Так, если готовы, нажмите, пожалуйста, кнопочку старт. Так, у нас тут, ну, минус дровка сейчас будет, походу. Минус джаггернаут. А угрмак вообще, а это ты? Человек-маловик, это не ты. Ну, Дарквилл еще что-то понимает, походу. Человек-маловик. Фантом Ассасин какой-то, видимо, есть план. Фейслис вводит Блинг. Но там очень много урона будет заходить. И ты у нас, Людинопауг, нифигаси, у тебя там урона. Много, да? Угу. А, ну так в этот раз паучки, они как бы не проблемные на самом деле. Да, я смотрю, все вообще без проблем с ним справляются. Все, огонь. Я готов. О, маленький паучок. Ага. Так, остальные что? Кто-то умер? Все, они. Никто не умер. Отлично. Теперь можно из Плэш взять. Все-таки покоцанные. Давайте возьмем, наверное, из Плэш Свена, дам. А, в принципе, мне хватает на вот эту фишечку. Я могу себе купить монеток. Монетки-монетки-монетки-монетки-монетки. Монеток я могу подать за стол? О, минус 30 я себе сделал. Слушай, тут можно в минуса уходить. Я знаю, я ее минус 30. Че, это кто? Возьму-ка я серединочку на всякий случай. Пусть будет. А, нажимайте кнопочку старт, пожалуйста. Вот, вот, прям все. Нажмите кнопочку старт. Думаю, кто-то не слышит меня. Или не видит кнопочку старт и снять спросите. Старт снизу слева. Жмем. Да, в левом нижнем углу. Там, где все карту ищут. Я смотрю все на эту карту и не могу понять, что ж, что ж не так. А, оказывается, вот, 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 действительно, карты-то нету. Блин, вот не прикольно играть такой толпой. И этот. Ждать, пока все нажмут кнопочку старт. Вообще, знаешь, мне классно, мне кажется, классно было бы эту кастомку допилить, если бы вот эта кнопочка старт работала для каждого отдельно. И каждый отдельно мог себе запускать игру. Войдики. А выигрывает, послушай, выигрывает тот, кто дойдет первый до последнего босса. То есть на время. Тут мало того, что можно умереть, вот все, как вот сейчас есть. Но первый, кто дойдет до последнего босса. То есть первый, кто будет всех убивать. Вот это вот, мне кажется, было круто вообще. Я на лоу хпх. Так. Ты? Там вообще джаггер не парится, я понял. Это лоу, почему я это, Кисюн? Ну не знаю. Давай, хилимся, живем, братан. Хилимся, живем. Хилимся, живем. Хилимся, живем. И правда странный. Абисо дает 22% лайфстила. Клеймор вообще, как этот пауэр опирка. И как это аватар. Гранд старый, сразу же мякоти, как закончили. Нажмите, пожалуйста, кнопочку старт. Это проблема, на самом деле, так основно, надо убрать эту кнопку старт, просто сделать время. Ну, минута. Время. До спела, не успел. Полторы минуты, ну как-то минута, полторы минуты, но все равно минуту ждать до каждого раунда. Неизвестно, сколько раундов вообще. Чуть 30 секунд. Ларно будет. Я просто, учитывая то, что тут вот есть книжечки по 37 тысяч, предметы по 10 тысяч. Ну, такое. Что такое? Что нормально? Лавка не работает, когда я нажимаю кнопку лавки, мне бесит, мне приходится мышкой клацать. А, ничего страшного. Привыкнуть нужно. Это что сейчас было? Тебе подарили. А, тип 0, я понял. Я тоже могу. Спасибо. А, наш в кастом, как не работает. Слушай, фантом, вот мне прям интересно. Можно за фантомкой понаблюдать. Сейчас я постараюсь быстренько с крепочками разобраться. Я надеюсь, это будет. Да, не проблема. А, не тупо ее не видят. Ты посмотри на это. Нормальный. Не, попробовал не такой хрень. Лучше по стандартам. Мне кажется, ты умрешь. Светлая память, люди не по-буху. Фантомка, отвечаю, фантомке реально какой-то есть план. И, по всей видимости, он шарит в этой игре. Потому что, видишь, он там что-то пишет. А где он? Если я умру, то рестарт, да, можете доиграть, что я же не запрещаю вам. Здрасте. Это что такое? Итак. А чтобы взять еще по предметикам. Точнее, не по предметикам, а по скиллам. А по скиллам. Так. Потому что я не знаю, в принципе, что там будет дальше. Но проблема в том, что, когда я столкнусь с чем-нибудь интересным, с тем, что будет дальше, в самом раунде я не смогу купить себе скиллы. На самом деле, тут имбовые хилки. Потом 100 золота всего. А ты хилишь, по сути, себе каждый раз по 250 хп. Это вот 1000 выходов. То есть, изи можно вообще их покупать. И вначале без предметов быть. Для себя, короче, взял еще этот. Пассивочку титана. Хилки, в смысле, вот эти. Самые простые, да? Ну, вот я затарился на всякий случай. Пол хп регенит для меня. Мне 542, регенит по 250. Так жил, всем прошу нажимать старт, а сам не нажимаю. Непривычно. Слушай, а у тебя не подвагивает вот периодически такое подвисание? Иногда. Иногда. 40 фпс типа становится какие-то. Интересно. Идите дальше. Мне кажется, можно не в десятером, а в пятером в нее играть. Поприятнее будет. Втроем, блин. Ну, втроем такое. Тут же еще азарт нужен, чтобы дожить. Я не знаю, вот так вот. Ну, знаешь, у нас нету этого азарта в том, что нет соревнований между собой. Да, соперничество нет. Не, ну, как бы соперничество в том, чтобы выжить. Это тоже в каком-то смысле соперничество. Не, это, в принципе, работает, но если делать это вот так аккуратно. Бум. Чистит такой. Бум. Бум. А, опять и пришел. Это, в принципе, такой. Бум, все. Ага, не все. Неважно. Бум. Слушай, фантомка, фантомка стоит уже довольная. У нее ни предметов, ничего нету. Она тупо стоит и спреями, пассивкой, афтершоком убивает. 150 урона. Еще и атыгова урод. Стоит мануэргин и тет. Что-то знает. Наш, жир, хитрая. Так как кто там еще не выжил. Снайпер все никак не справится. А его тупо ударить не могут. Где ты видишь, как это определить? Ты просто чекаешь, вот, ну, дашь карту. Можно карту крутить, можно по иконкам нажимать сверху. Ау, точно. Значит, союзники, пфу. Ну, вот, вот, я же там ждал. Да, один снайпер. Капец. Я карту крутил. Вот там. Так, 900 монеток. Я хочу немножечко подождать. А хотя, в принципе, что ждать? Что ждать? Абьюти-сворд. Все, I'm ready to fuck. Let's go. Тоже нужно, вроде. Возьму-ка я себе этот предметик. Старт. Больно уж интересно. Да, он и брони дается шею урона. Да, он и брони дает. Да, он. Так, ну все, я надеюсь, уже все разобрались. Давайте нажимайте кнопочку старт. Ну, что ж вы, в самом-то деле, по минуте стоим вот это вот, чешем пятую точечку. Желтая кнопочка. Желтая кнопочка, белые буковочки, левый, лижний угол. Левый, лижний угол. Лежим левый угол пальчиком по кнопочке старт. Я бред какой-то несу, не обращайте внимания, друзья. Время позднее. Мы со слапиком не сдаемся. Кастомка, создая героя, не работает. И приходится вот извращаться. Сколько тут волн? Да без понятия. Второй раз играю. Первый раз мы с слапиком слишком далеко не ушли, на самом деле. Пока не сдохнешь. О, слышишь? Переквалифицировался. Джаггернаут. Мне кажется, он немного не этот. Просчитался по скилам. Это как? Что как? Как вам переквалифицировался? Джаггернаут, возьми себе коим-нибудь активный скилл, ты не будешь сейчас убивать. Переквалифицироваться, юпта. Так продать скиллы и взять новую. А как их продать? А, там нажатие по правой кнопке или что? Да, в лавке нажимаешь. Вот, Роблэйд. Уже Террорблэйда. Ну, а тебе Террорблэйд. Что такое больно тебе делать? Не, я качу. От ботинок здесь. Так, ты катишь, дробка убивает. Тбшка дерется. Дарквилл уже убила. Джаггер. Невероятно. Значит, убил. Войда уже немерено просто этих. Ты понял? Видел, что Роггер делает? Что? У него минка тычится и машинки тинкера. Он магическим убивает. 800 урона, да, неплохо. Ну, ничего, если кастомка зайдет, если люди будут тыкать лайк и писать комментарии с идейками по сборке, то... А, в принципе, будем всякие разные записывать. Тут кастомка. Скиллы немножечко другие. Ну, в смысле, скиллы тут обычные. Не как в Создай Героя. Это минку оставил. В принципе, можно будет просто брать людей. Так, меня слышно? Да. Я надеюсь, на записи это не сильно прервется, потому что у меня сейчас немножечко записываешь. Ну, да, конечно. Я все-таки записываю. Лол, я тут в сонном режиме такой. Давай активный режим, включай там таблеточку за щеку и пошел. Сон, боже, зачем это записываешь? Вот, друзья, вы могли пронаблюдать 20 минут из жизни обычного слапика. 20. 20-15. Интересно, сколько тут раундов на самом деле? Тебе она ничем не отличается от жизни на записи, я думаю. Да, что-то в этом есть. Так, а. Это я был последний. Да ладно, мы тебя все ждали. Слушай, ну ты. Вот ты, ну ты, блин, ты. Даешь, конечно, дружище. Не ожидал, от тебя не ожидал. Так, снайперы. Ой, ой. Ой. Больно? Жесть, жесть. Все, твои минусы. Мне кажется, фантомка единственный, кто тут что-то выиграет. Да, фантомка просто забагала кастинку. Иммун. У них иммунитет. Ты выиграл? Ты выиграл? Я жду. Нет, я выиграл, я продолжаю. Шагер тоже выиграл. А фантомка чем убивает? С тем же снайперы вышел. Снайперам тоже. Жизнь. Есть у цимуна, но он же сета с спреем этого бриселбека. А он физический урон. Так что четко. Но она только физически урона получается убивала их. Потому что у него же не работал. Знаешь, мне в принципе нужен, наверное, сейчас будет вот этот вот скилл. Причем побольше его прокачать. Накоплю сейчас себе. Ты взял тайкай? Да, чтобы подходить можно было. И каждого... А он не кероррой работает? А черт его знает. Вообще должен. Типа доп. Дальность атаки. Это, мне кажется, для дальников, а не для милишников. Не, видишь, она работает вообще. Вот у меня сейчас радиус атаки. Дальность атаки, точнее. 150, 400, 550. Побольше, чем у луны. Чекни. Ну ты вообще-то милишники, что ты знал. Вот. Не, ну я-то буду подходить, если что, вплотную, чтобы сплэш работал. Потому что у него тоже там радиус не сильно большой. Вот. Но вот в таких случаях, как снайпера, который замедляет в самом начале, чтобы хоть как-то от них отхиливаться, придется подходить. Точнее, не подходя, как-то бить их. Вот я думаю, это будет неплохой выбор. Кто не нажал старт? Но сразу разбудились. Сразу. Так, а кто у нас паладины? Это шо, эти Одины? Ой, господи, Одины. Омники, да, Омники. Опа! Они работают, смотри. Да. Знаток. На Владе. Конечно. Что вообще? После снайперов ни о чем. Так, дровочка у нас тут что-то пытается. Ну, к магии. Значит, а, Джаггер сдох. Лол. Джаггер сдох. А Фантомочка? Фантомочка... Нет, она же это... У нее жиглы. У нее денег просто тьма тьмущая. Да ну полухоженка. Сижу теперь в АФК. Да, пассивок много не бывает. У нее типа тестил, работает это или нет, но на самом деле хреново работает, я понял. Так, а кто еще? Войт только, а вот, только Войт добил. А что у него там? Просто он дружелюбный сосед. Ха-ха-ха. Так, ну я думаю, стартовать можно. Рейдж, возьмусь я на всякий случай. Отталия мужская пехота, топ-мабулки, бровки, отключаем. Блин, не успел найти Гули, 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 Гули. Так набери просто поиски лайфскилеры, все. Я всегда делаю. Там поиски, о, опять вам дали бонус. А, точно, снизу. Угу. Когда скиллы эти, вначале типа, знаешь, собираются, я нажимаю поиск и все. Радус работает. Понял, понял при нем. Так, ну что, кто там еще не справился? Стрим пошел. Какой стрим? Какой стрим? Какой стрим? Такой стрим. А ну-ка, слабик чекник. И я никаких стримов не запускал. Смотри мне. Существует стрим вместе записи, это вообще эпик, ты что? Не-не-не-не, мне и так иногда вот эти вот проваги некоторые идут в непонятное. Нет стрима, не знаю. Что за стрим-то, о чем? Он что-то напутал. Он нас решил запутать. Им до стрим подрубил. Хе-хе-хе. А как же. Так. Я вот думаю, что мне еще из предметиков взять. Мне вот Бладмун этот нравится. Челадой маловек, боже. А, стартуем. Фигасия. Аегис исчезает через 600 минут после получения полностью излечения водительством за 5 секунд. 600 минут будет висеть Аегис. Эмм, 10 часов бывает. Да, нормально. Пошел, короче, чисто на работу, вернулся, у тебя Аегис еще на месте. Хе-хе-хе. Ой, я так и не купил. Че-то хочешь взять? Криты? Вовстил. Ой, не Вовстил, а этот. Бейтмейл? Криты? Нет. Благомариты. Рэйдж. Благомариты вообще молодец, слушай. Стыд тупо не париться. Там кто-то тоже сдох. Угр. А не угардует воздыхал. Не слушай, другие держатся. Хотя, нет, там Асат Рикса, Тимба, Дроу Рейнджер взяла ауру. А что тут имбового, а наш исчезнет? Аура, которая, я понял, а наш исчезнет. Так, суть в том, что снижает урон еще? Ну, сколько она там снижает? И повышение урона, и снижает процентов. Ну, такое. Знаешь, неплохо снижает. Не знаю. Ульса у нее лишняя? Да я не знаю, у нее тоже не работали криты, как по мне. Чертова знает лишнее. Непонятно, что делает, блин, фейка, но она тащит. Капец. Глэйвы. Диспершен этой, блин, спектры. Знаешь, у меня предметов много. Еще пассивка Брю Мастера. Так, а я вот думаю взять себе... Так, 10 тысячи, нифига себе. Бонус пропадает. Если что, дровка под крипами не пропадает. Херрор. Только под героями. Дровка под крипами не пропадает, не понял. Ульдровки. Ну, там же бонус пропадает. Радис 400 единиц. А, да, все, я понял. Но я хотел затестить, но это как-то слишком уже было постоянно. Ну, террор взял типа другой. Другой террор. Ничего, нормально заходит. Ну, ловкость, нормально. У него 150 урона, лол. Плюс 74. У тебя 115, плюс 71, что ты понимал. 40 ловкости, 40 урона. Плюс броня, плюс все подряд. Ну, такое. Ой, же не говорим. Мне можно. Так, я старт не нужен. Нет, не только я. Кто-то опять забыл нажать старт. Так, это сколько у нас вылетело? Раз, два, три, четыре. Шесть человек осталось, да? Хочу вот эти дорогие предметы покупать. Чем-то не прям зеленый лол. Это от компендиума. Да-да-да-да-да. Все, я справился. Ага. Самый топчик тут Battle Fury, походу. Он уже с ритеки разным. А сколько Актарин стоит? В принципе, не так долго. Слышь, а тут написано Актарин 2,950, наводишь Актарин 5,950. Чему верить? Води цена. Я не вижу цену. Лавка. В лавке, в правом нижнем углу самой иконки предмета написана цена. Если навестись, то будет цена. Это сейчас было слышно? Мне вот просто интересно. Больше прикол? У меня я не нашел Актарин, либо я слепой, но я не вижу Актарина. Актарин в предметах. Четвертый ряд между Дагоном и Сапогом. Гвардингрифс. А, вот, да-да. 3,950, 5,950. Ну, там и Дагон 7,715, а тут 3,950. Ну, типа, два раза уменьшена цена, как я понял. Ровно в два раза. Да, вообще, как и странно. Я, вот, честно говоря, все еще думаю, какой бы у меня... Только тут друг, заметь, тут другая... У-у-у, тут другая рапира. В смысле, где рапира? Слушай, смотри, тут вообще другие, сверху, самые сверх не способны эти предметы. А, ты не видел, что они дают другие прийти? Да-да-да, я не видел. Ну, ты даешь. Я не заметил, я думал, обычные типы. Нажмите кнопочку старт, друзья. Просто старт. Хрена себе. Вот этот, который Бук, типа, как Некорнимиконы, 3-й, вот там, да, который зеленый. Если использовать, даст 500 ловкости. Найс. Да-да. Ой, Волк, привет. Так, ну, с Волком, я Изи разберусь. И вообще Изи с Волком разбирается. О-о-о, мне кажется, я первый раз берусь. О-па, я уже убил. И все уже всех убили. Ну, фантом, давай, да, фантомка тут ковыряется долго. Ну, зато не умирает никогда. Одна фантомочка осталась. Давай, братан, мы в тебя верим, ты сможешь. Босса минус 100 урона. Вот я, о чем и говорил, его аура, да. Просто берет и снижает. Двадцать девять процентов. Да, минус 100 урона, предстоящее. Найс. А я вот думаю, взять ли мне эхо-саблю. Она-то столько дает всего. Еще и две тысячи. Еще и на мне будет работать. Наверное, это продам. А эхо-саблю возьму. Возьму. Абсолютно в дырочку. Нажмите, пожалуйста, старт. Старт, 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 старт. Можно на экс-игру уже? Я задолбался в спектаторах сидеть. Давай, давай, отлично сидишь. Будешь наблюдать всякие имбовые сборочки. О, молодцы. Сабелька, сабелька. Мне прямо интересно, что там дальше будет, вот прям под конец. О, панки. Ого, у них урона. Лошпеды пришли. Ты ведешь как у них урона? Только. Ну, только урона. 200. 200 урода. Ну, я в принципе справился. Ты вообще, что-то волновался, тебе даже хапули не довоюсь вообще. А вот дровка, мне кажется, сейчас такая. Да, дровки хана, у нее нет сплоща. У нее Аджор есть, но очень слабенький ее. Просто загрузка умерла. Хотя, не умерла. Я думаю, у нее тупо нет уже хилок. ЖТБ справился. Вилл справилась. А, минус войд. Вот тонко справилась. Да, дровка. Слушай, ну сейчас вообще самый сильный остается, да, походу? Слушай, сейчас есть шанс, что она выживет. Погоди, погоди. Давайте все болеем за дровку. Давай, братан, ты сможешь, мы в тебя верим. Все в тебя верят. Вот все, кто сейчас смотрит это, если это будут смотреть, если это вы уже, то все в тебя верят. Ты сможешь. Людина за тебя. Ради вас. Ёлус, уж убил. Выжил. Красава, просто огонь. 10 из 10. Все полути в тебя верят. Особенности я. Ну что, фантомка вообще ези, да, тоже разобралась. Ох, и задроты. Так, а я на самом деле хочу попродавать некоторые. 48. Наполнить на урона. Не знаю, ладно, в конце я продам. Монки Кинг взял Террор Блэйд, найс. Мидас? Террор, а Мидас? 13 уровень. А, он только что взял? Мидас после каждой волны откатывается, имба. А че дает, сколько дает? 200 золотого, но больше опыта. 1,8 раз больше. Интересно, а Мидаса можно босса сожрать? Не думаю. Слушай, а Мидаса нельзя босса сожрать? Друга прикольно. Взять, что ли, тоже. Даст? Ладно, кто ж будет. Не даст хочешь? О, все, у фантомка все прокачалось А3. А срабатывает пассивка? Сопли, пассивка, там все срабатывает вообще. У него же дыховина способностей дешевых. Видишь? Не, смотри, у него Essence Aura срабатывает очень хорошо, кстати, срабатывает. А, кто старт не нажал? Сказал, вот, перед этим нажав старт. Не, продал. Не срабатывает Aftershock. А щиток Медузы, этот, пассивка Люка, господи, Брайс Кинга. Почекай, фантомка. Такс. Террор Блейды против Террор Блейдов. Блин, как будто боссы какие-то небалансные. То легкие, то сложные, то легкие, то сложные. Ну, не знаю, вон, дровка отлетела вообще в 3 секунды. Ну, она же по одной цели работает, вот у меня фишка, то есть спеша нету. Джаггер. Давно отлетел. А фантомка радуется жизни. Так, я хочу вот этот предметик закрытащить. Я не знаю, какой мне ультимейт взять. Фантомки. Логично. Ну, вообще, да. Я за него больше всего и думал. Ну, как бы, тоже, чёрт его знает. Либо дровки, либо фантомки. Я думаю, фантомки. Критые будут, шубстроенные. Ну, давай, тогда возьму укрытые фантомочки. Если я сейчас на этом... Тебе надо чуть-чуть перекачаться с золота в эту зелёные китайские монеты. Готово. Так, вот это я хочу продать. А, вот это продать. Минус 15. Кредит ушёл. Вот это вот здесь. Я один старт не... Кто старт не нажал ещё, кроме меня? Ты. Так, ну, давайте посмотрим, что сейчас будет происходить. Оу. Слушай, тема. Слушай, а по ним ещё и сплэш работает. Даже на таком-то расстоянии. Офигеть. Ты уже, не играв в кастанку, придумал тактику. Да. Огонь просто. Так, ну что, я теперь думаю, можно взять вот этот... предмет за 10 тысяч покопить на него, на самом деле. Либо взять ещё вот этот, покопить 3000 на Булат Мун. Скажи словами предметы, верным наблюдателям. Булат Мун, это который за 3000 типа Абисал Блэйд. И за 10 тысяч это который как Элегорный. Бонус дэмэдж. Короче, 60 дамаги, 8 брони. Далайм стил. Вот он такой универсальный, как бы под мой лав стил ещё основной. Вот, а вообще можно, допустим, будет некоторые скиллы позаменять. Вот, например, скилл этого... Элдер Титана, в принципе, его можно будет заменить за счёт того, что у меня дальность атаки больше, чем радиус работы этого скилла. против милишников, оно ещё работает, а на рейнджовиков такси распространяется. И вон, можно на что-то более... Ой. Более интересное заменить. Что там? Которая Титана, пассивка или качу? Да, 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 да. А старт нажмите. Сам нажал старт. Да, вот вспоминай, где-то ближе к 40 секунде. Ой, вот против Титанов их же пассивочка. Не, у них нет пассивки. Не, ну у них нету, это понятно. У них способность ландруида какая-то за 500 маной вообще, лол, что? Бывает. Давайте дальше. Возьму я предметик, как промежуточный будет. Смотри, есть, короче, шлем за 10 тысяч, он даст 75 сил и 75 ловкости. 10 тысяч, как этот Хемов Доминейтор или какого-то, который собирается для армлета внизу. Нажмите старт, пожалуйста. Возле Худа. Я видел, я видел, я видел, он как этот Iron Iron. Хемов Доминейтор. Как? Хемов Диюти. Нет, это он тут называется. А как он называется в обычной доте? Айрон Хелм, что такое? Что-то Хелм, короче. Шлем, неважно. Ну, нажмите старт, ну, емой, четыре человека, нас осталось. Ну, он зайдет. А где он огоним нашел? А, есть огоним, да? Угу. Спустя, опять сейчас немножечко отлетело. Блин, и вот у меня сейчас микрофон иногда отлетает, и я очень надеюсь, что на запись это не влияет. То есть, то, что запись контролирует этот момент. Микрофон, около кверки, какие-то 500 урона, лол. Угла кверка 500 урона. Одна фонтонка выдержала. Да, мы в принципе довольно далеко дошли. Я не знаю, что такое раунд 17 Йети, но к кверке 500 урона это... Стой, мы уж посмотрим на Йети добавок. Это сильно. Ну, я думаю, что если мои подписчики захотят посмотреть на Йети и вот на какие-нибудь такие интересные сборки через инвиз, я в шоке просто. Что только не придумать. Ну, видимо, этот парень уже умеет играть. То просто напишите в комментариях, типа, go еще эту кастомку или давай больше кастома с Ольвеау. Ну, это название кастомки, кстати, написано в описании. В названии видео оно тоже написано. Вот. Ну и обязательно поддерживайте лайком, ведь именно ваши лайки это то, что позволяет двигаться вперед, делать больше хорошего, простого и интересного контента специально для вас. А с вами был Имбо. Всем пока-пока.